Привет друзья! На нашей планете существует немало мест, при созерцании которых невольно вырывается буря восторженных эмоций, а на лице появляется мечтательная улыбка. Некоторые из них были созданы людьми, но есть и такие, формирование которых происходило абсолютно естественным путем, силами природы и при определенных климатических условиях. Такие достопримечательности есть в разных уголках мира, и путешествие к ним может стать пределом мечтаний каждого из нас. С вами канал Топ Смайлз, и сегодня мы покажем вам 8 нереально красивых уголков нашей планеты, которые непременно вызовут у вас восторг. Поехали! Солончак Уюни, Боливия В Боливии находится самая большая в мире соляная равнина Салар-де-Уюни, площадь которой составляет порядка 12 тысяч квадратных километров, и значительную часть года она остается пересохшей. Особенность заключается в том, что ее поверхность покрывает слой кристаллов соли, которые формируют очень красивые и структурированные ландшафты. Все меняется, когда в пустыне наступает сезон дождей, и на поверхности появляется тонкий слой воды, который превращает ее в идеальное чистое зеркало. Грань между озером и горизонтом в этот период практически неощутима, и находясь среди волшебной пустынной равнины, можно полностью потерять ощущение реальности. Салар-де-Уюни сформировалась более 10 миллионов лет назад, когда океан начал отступать с материка, и безжизненное на первый взгляд озеро скрывает немало секретов. Уже много лет оно является излюбленным местом обитания грациозных розовых фламинго, а несколько последних десятилетий здесь успешно добывают соль, которую используют в промышленных и строительных целях. В непосредственной близости от равнины находятся уютные отели, основным строительным материалом которых при возведении служили соляные блоки. А сама достопримечательность остается на пике популярности у любителей активного и необычного отдыха. Если вы хотите посетить это невероятное место, тогда важно знать о том, что Уюни является не до конца высохшим озером, и толщина соляной корки во время дождей существенно уменьшается. Поэтому она может не выдержать не только машину, но и одного человека. Здесь зафиксировано очень много провалов со смертельным исходом. Горы Тяньцзи, Китай Необычные по своей красоте летающие горы Тяньцзи, расположенные на планете Пандора в фильме «Аватар», являются вовсе не выдумкой режиссеров. Это 21 тысяча квадратных километров горного ландшафта, расположенного в живописном районе Улинь-Юань, на фоне национального лесного парка Чжан-Це-Я-Це-Се в китайской провинции Хунань, и действительно представляет собой одно из самых уникальных образований на Земле. Часто окруженные туманом, словно башни, горы резко поднимаются из покрытой деревьями земли, создавая пейзаж, не похожий ни на один другой в мире. Являясь продуктом многомиллионной эрозии осадочных пород, их древние пики из песчаника, возраст которых достигает около 300 миллионов лет, были медленно вырезаны водой и ветром. В результате остались тонкие башни, некоторые из которых достигают высоту около 1200 метров, и напоминают заросшие небоскребы. Согласно легенде, горы получили свое название от властителя по имени Сянь-Дакун, который назвал себя Сыном Неба, и в 1300 году возглавил крестьянское восстание. Люди сражались против солдат-императора в течение 40 дней, прежде чем были окончательно побеждены. И по легенде, пики Тяньцзы на самом деле являются письменными кистями Сян-Дакуна, которые после его смерти превратились в камень. В парке возведено несколько канатных дорог, с помощью которых туристы могут любоваться сказочными пейзажами без особых усилий с фуникулера, который доставляет на несколько вершин, где гости могут насладиться потрясающими видами. В общей сложности парк предлагает путешественникам около стаи естественных смотровых площадок, так что скучать не придется это точно. Бамбуковый лес Сагана. Япония. Это одно из самых удивительных мест планеты, которое расположено в парке Аросияма, на самом большом острове Японии под названием Хансю, в 20 минутах езды от города Киото. И представляет собой красивейшую бамбуковую рощу, состоящую из тысяч тонких, высоких и очень прочных бамбуковых деревьев, растущих ровными рядами. Ее история берет начало с 14 века, когда японский монах Мусо Сосеки воплотил в жизнь идею создания этого живописного парка. Сейчас же бамбуковый лес охватывает территорию 16 квадратных километров, и сквозь густые насаждения прорезаны пешеходные дорожки для прогулок, которые в темное время суток подсвечиваются небольшими разноцветными фонариками, создавая уютную атмосферу. Примечательно то, что тончайшие стебли бамбука, диаметр которых всего 20-30 сантиметров, могут достигать в высоту около 40 метров, ведь растет он с чрезмерно высокой скоростью, и буквально за месяц может достигнуть 20-метровой высоты. Еще удивительным фактом является и то, что раскачивающиеся на ветру стебли издают невероятные звуки, которые не похожи ни на что на свете. Посетители рощи уверяют, что этот звук похож на музыкальное произведение, и обладает необъяснимым умиротворяющим воздействием, которое помогает не только расслабиться, но и даже понять смысл жизни. Любоваться бамбуковой рощей в Сагана можно в любое время года, ведь это вечно зеленое растение. Также в этом парке находится буддийский храм Тендрюдзи, который внесен в наследие ЮНЕСКО. Каньон Антилопы, США Это красивейшая достопримечательность расположена в штате Аризона, на территории резервации Навахо, поэтому добраться сюда можно только после уплаты пошлины и в сопровождении проводника. Сам же каньон представляет собой скалы причудливой формы из мягкого песчаника и является результатом воздействия дождевых вод, ведь ежегодно от их влияния каньон претерпевает массу изменений в ландшафте. И когда дожди сходят на нет, достопримечательность становится доступна для посещения. Условно это поистине волшебное место разделяют на две части, верхнюю и нижнюю, и обе они отличаются невероятно красивыми скалистыми образованиями, которые служат центром притяжения для фотографов со всего мира. Каньон получил свое название благодаря преобладанию в нем рыжих и красных цветов, оттенки которых часто сравнивают с цветом шкуры Антилопы. Одно представляет собой сложный лабиринт из песчаных скал, в которых дождевая вода образует узкие проходы, и едва ли проникающие сюда солнечные лучи придают этим местам атмосферу загадочности. Тем, кто пожелает увидеть эти чудеса во всей красе, лучше всего приезжать сюда осенью или весной. Ведь в это время года солнечный свет максимально достигает дна каньона, обнажая самые потаенные места. Полюбоваться этими уникальными пейзажами, над формированием которых потрудилась сама природа, гостям будет стоить порядка 25 долларов США. Травертины Пакумале, Турция Пакумале считается одной из главных природных достопримечательностей Турции, представляющей собой сложный комплекс из термальных источников и невероятно красивых водоемов террас, сформированных травертинами. Здесь содержится большое количество кальция, благодаря которому естественные природные бассейны имеют ослепительно белый цвет, а вода в них приобретает небесно-голубой оттенок. И в совокупности с этим, гармоничные минеральные формирования создают сказочно красивый комплекс Пакумале, который ежегодно посещают тысячи туристов. Если верить версии историков, то первые путешественники начали пребывать в эти места более двух тысяч лет назад, а слава о целебных источниках распространилась по миру очень быстро. В переводе с турецкого языка название природного комплекса можно перевести как «Хлопковый замок». Бассейны здесь доступны для купания, но единственным правилом, которое необходимо соблюдать отдыхающим, это не заходить на территорию комплекса в обуви, ведь минеральные отложения довольно хрупкие, и ходить по травертинам следует очень осторожно. Центральное место природного формирования занимает холм, на вершине которого оборудована уютная зона отдыха с лавочками. Опытные туристы рекомендуют посещать Пакумале осенью, ведь в летний зной отдых на открытой местности и купания в горячих минеральных источниках могут доставить массу неудобств. Также стоит учесть, что вход на территорию природного комплекса является платным и составляет около 12 евро, детям до 8 лет вход бесплатный. Аллея Баобабов, Мадагаскар На острове Мадагаскар есть удивительные и необычные места, которые позволяют в полной мере насладиться присущей только этому острову атмосферы. И отличным примером является Аллея Баобабов. Это уникальная природная достопримечательность, увидеть которую хотя бы раз в жизни должен каждый путешественник. Ведь когда-то остров был полностью покрыт густыми тропическими лесами, но с приходом людей его внешний облик значительно изменился. Живописная Аллея, которую по обеим сторонам обрамляют необычные деревья возрастом по 800 и более лет, является единственным местом, которое напоминает о некогда господствующей на острове природе. Высота этих величественных столбов, которые на первый взгляд растут корнями вверх, составляет порядка 30 метров, и это последние самые старые представители Баобабов, которые сохранились на острове. Ведь на протяжении последних сотен лет, местные жители старательно вырубали деревья, с целью освобождения земли под сельскохозяйственные угодья. Баобабы служили для аборигенов ценным строительным материалом, а также из-за низкого уровня жизни незаменимым источником пищи. Его плоды и варят, и жарят. Из коры делают прочные веревки, и даже крепкие, но достаточно тонкие нитки. Его древесина очень легкая, поэтому используется в качестве материала для лодок. Кусочки коры и листьев толкут в ступе и используют как специю. А сами же листья добавляют в салаты. Ведь как и другие растительные продукты, это клетчатка, а также набор витаминов. Прогулка по грунтовой дороге, длиною несколько сот метров в окружении многовековых деревьев, становится целью для многих туристов. А в непосредственной близости можно увидеть обширные сельскохозяйственные поля и поселения местных жителей. Одним словом, этот потаенный уголок планеты с удивительными пейзажами, привлекает туристов на этот остров со всего мира. Столовая гора Рараима, Венесуэла Знаковой достопримечательностью Венесуэлы, которая далеко известна за пределами государства, является гора Рараима, расположенная на юго-востоке страны. И благодаря своей необычной форме, долгое время была недоступна для исследователей. А само ее существование подвергалось сомнению. Ввысь она устремлена на 2800 метров, а главной особенностью является абсолютно плоская вершина, площадь которой составляет порядка 34 квадратных километров. Интересный факт заключается в том, что ее хоть и упоминают как гора Венесуэлы, однако географически она находится на территории трех государств – Бразилии, Венесуэлы и Гаяны. Состоит Рараима из твердого песчаника и является частью древнего плато, биологический возраст которого составляет около двух миллионов лет. Сегодня это плато разрушено, а сама гора и еще несколько подобных ей являются его уцелевшими частями. Со всех сторон достопримечательность окружают практически вертикальные утесы, высота которых может достигать 400 метров. И подняться наверх можно только по единственному узкому уступу с северной стороны. На вершине же имеется множество болот, рек и небольших озер, которые являются настоящим кладом для ученых со всего мира. Ведь там обитает множество уникальных растений и животных, которые очень много столетий находились без каких-либо контактов с внешним миром. И являются растениями-эндемиками, которые нельзя встретить больше нигде на планете. Практически 20% плато покрыто водой, ведь в этом тропическом регионе повышенная облачность, и гора часто окутана облаками туманов. Вследствие чего, все лишнее стекает по отвесным склонам, а красивейшие водопады дополняют образ этого загадочного места. Бухта Холонг, Вьетнам Одно из самых необычных мест в мире, стоит искать во Вьетнаме, в Танкинском заливе. Здесь расположена невероятно красивая бухта Холонг, которая включает в себя более 3000 островов и огромное количество утесов и пещер. Дословно с вьетнамского ее название можно перевести как «место, в которое дракон погрузился в море», и согласно местной легенде, эти чудные островки создал великий дракон, который жил в горах. Удивительная бухта внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и своим неповторимым внешним видом обязана одному из самых распространенных и простых явлений природы – эрозии. На протяжении миллионов лет в породах известняка, которые характерны для этой области, протекали эрозийные процессы, в результате которых сформировались скалы причудливых форм, таинственные пещеры и довольно крупные острова с собственными внутренними озерами, значительная часть которых в бухте необитаемая, а совсем маленькие острова и вовсе не пригодны для жизни. Площадь бухты составляет более 1500 квадратных километров, и туристов это чудное место манит своей неповторимой атмосферой национального колорита, ведь на ее берегу можно часами отдыхать в безмятежной обстановке, наблюдая за курсирующими по ней рыболовецкими судами. А можно и самим арендовать лодку и отправиться осматривать живописные островки. Водное путешествие вдоль побережья обещает быть невероятно увлекательным. Здесь можно увидеть массу красивейших утесов, а также отыскать таинственные пещеры. Если понравилось видео, жми на лайк. Также буду очень благодарен всем, кто нажмет на колокольчик, так как вы первыми узнаете о новинках на канале. Напишите в комментариях, какое место вам понравилось больше всего. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи.